Привет, мы с вами продолжаем разбор научных работ из репозитория Papers we Love и сегодня мы разбираем научную работу топ-10 алгоритмов data mining эти ребята собрали 10 алгоритмов по версии 2006 года, но не спешите переключаться, потому что на самом деле все те алгоритмы, которые они освещают там, многие из них были разработаны там в 60-х годах, в 90-х годах и на сегодняшний момент на самом деле ситуация не сильно изменилась, то есть все эти алгоритмы до сих пор так или иначе применяются в той или иной модификации так что смотрим анализ данных это отдельная дисциплина и для этого не обязательно быть продвинутым программистом в онлайн школе skill factory открыт набор на курс python для анализа данных который уже помог более чем 600 студентам на курсе вы попробуйте себя в решении разных типов задач которыми занимаются профессиональные аналитики научитесь работать с файлами в десятки и сотни гигабайт которые невозможно обрабатывать в excel посчитайте маркетинговые метрики на языке python поработайте с рекомендательными системами фильтров построите сквозную аналитику проекта и дэшборды научитесь работать с api и автоматически обновлять данные всего за несколько минут кроме того вы пройдете финальный экзамен и получите диплом даже если вы не сталкивались с языком python и программированием вообще смело записывайтесь на курс для начала обучения вам нужны только мотивация время и компьютер новый набор на курс стартует ежемесячно получите скидку в 10 процентов по промокоду до 28 февраля 2019 года запросите программу и план обучения по ссылке внизу курс ведет программист аналитик из яндекса алгоритмы включают алгоритмы классификации данных кластеризации данных статистическое обучение ассоциативный анализ и ссылочный анализ алгоритмов и на самом деле ребята проделали очень хорошую работу то есть они проработали все эти алгоритмы все эти 10 алгоритмов кратко описали как бы что этот алгоритм представляет то есть математическую модель этого алгоритма и описали какие-то его скажем так возможно его развитие то есть если какие-то открытые вопросы если куда-то развиваться и какие-то плюсы-минусы этих алгоритмов поэтому если вы хотите копнуть вглубь то я вам рекомендую почитать эту научную работу самостоятельно вместо того чтобы слушать меня здесь потому что сегодня я буду просто делать некоторый такой обзор можно даже сказать дилетантский вот потому что я читаю эту научную работу много чего для себя узнал из дэта с дэйта сайнс там как таковым я знаком только по курсам курсер и просто мне это было интересно но прочитав эту научную работу у меня это в голове все немножко так структурировалась так сказать и сегодня я вам поэтому про это все попробую рассказать то что я понял в общем если я скажу какую-то конкретную чушь по этой теме вы меня же пожалуйста исправьте вот на самом деле эту рубрику я завел чтобы просто самому учиться и добирать те знания которых у меня еще нет и попутно делиться с вами смотри видео стратегии самообучения которое будет где-то там наверное это то как я обучаюсь обучая других еще одно маленькое замечание почему стоит читать именно научные статьи а не какие-то блог посты или youtube видео по той простой причине что эти научные работы они пишутся не просто так они пишутся с целью того чтобы их где-то опубликовали а перед тем как их опубликуют им делают пир ревью так называемая то есть когда бородатые дядьки и умудренные с едиными женщины берут эту работу делают обзор смотрят все ли там правильно написано и после этого говорят да на работа соответствует и только после этого ее публикую то есть эта работа проходит контроль в то время как в блокпосте неизвестно кто может написать неизвестно что вы это прочитаете примите за чистую монету и в общем вас будет искаженная картина мира в то время как научная работа есть научная работа поехали коротко начнем задач классификации шутка и заклада кла задачи классификации в дата майнинге это когда вам уже известны какие-то классы данных то есть вам известны яблоки и апельсины так скажем вам просто нужно конкретные виды этих яблок и апельсин разделить по яблокам и апельсинам то есть вам не нужно выдумывать как разделить ваши данные вы это уже знаете и вам нужно просто сделать такую модель на вход которой вы будете подавать экземпляры а на выходе она будет раскладывать их по конкретным корзинам в общем к этим к этой группе алгоритмов они относят здесь это c4.5 svm так называемый наивный bias и адабуст и теперь бы про них маленечко поговорим начнем с свм потому что у меня тут в конспекте 1 это саппорт вектор машин или метод опорных векторов так называемый и в общем идея этого алгоритма заключается в том чтобы найти такую функцию построить такую модель которая бы находила различия между элементами двух классов то есть эта группа алгоритмов работает только на данными у которых есть только два класса то есть например правильно или неправильно умер или живой да то есть понятно то есть нет каких-то трех состояний есть только два состояния и в общем этот метод бинарной классификации это называется чтобы с помощью этого метода классифицировать более двух классов прибегают к нам к различным ухищрением но тем не менее то есть если у вас есть какая-то задача и вам нужно ответить к какой к первому или ко второму классе классу относятся ваш конкретный какой-то поисковый элемент вот этот алгоритм для решения этой задачи следующий алгоритм наивный bias и почему он вообще наивный потому что он основан на допущении что признаки не зависят друг от друга и что такое признаки и что такое не зависят друг от друга да то есть у вас могут быть набор данных с различными признаками возьмем например здоровье пациентов да то есть здоровье пациента если у вас есть какой-то пациент у него может быть несколько признаков например температура тела кровяное давление наличие сахара в крови и т.д. и т.п. то есть все вот это признаки и наивный bias делает допущение что вот все эти признаки между собой никак не связаны то есть один не зависит от другого то есть к примеру с нашим больным с нашим пациентом что кровяное давление никак не зависит от уровня стресса например под которым находится пациент но на самом деле в реальной жизни это не так понятное дело что во многих системах многие параметры зависят друг от друга но это самое допущение позволяет делать какие-то там математические упрощения в самом алгоритме и алгоритм несмотря на это допущение очень здорово работает то есть в одной из моих компаний мы делали классификатор не классификатора рекомендательную систему но для этого нам тоже надо было там сделать классификатор и ребята не долго думая запилили наивный bias и он работал потом это этот эту рекомендательную систему проверяли в колл-центре и операторы говорили что да люди соглашаются с тем что мы им предлагаем так что несмотря на то что bias наивный не стоит его скидывать со счетов далее они здесь рассматривают так называемый ада буст это сокращение от адептив бустинг или адаптированный бустинг и на самом деле это алгоритм который зачастую используется для объединения нескольких классификаторов нескольких других алгоритмов которые боль такие более слабые получились и что такое слабый классификатор это классификатор который работает чуть чуть лучше чем подброс монетки то есть подброс монетки и грубо говоря вам да и вам дает 50 на 50 шанс что вы угадаете правильно и если ваш классификатор которую построили дает вам вероятность правильного ответа хотя бы чуть выше чем 05 это означает что это уже такой классификатор который лучше чем монетка но все еще слабенький и если вы с помощью адапустинга возьмете несколько таких слабеньких классификаторов объедините их в один классификатор то адабуст позволяет улучшить качество результирующего классификатора и это по большому счету то для чего он используется вот и последний алгоритм из этих группов алгоритмов которые они рассматривают это c4.5 c4.5 это была предыдущая версия рассмотренная в этой научной работе сейчас уже есть c4.8 алгоритм или c4.8 это бесплатная версия алгоритма также есть платная версия алгоритма это c5 или c5 и в общем штука в том что это один тоже из самых распространенных алгоритмов для построения деревьев классификации и что такое дерево классификации то есть ну на самом деле это группа алгоритмов по дата майнингу и по классификации вообще когда вы строите какое-то дерево решений и дерево решений представляет из себя дерево сюрприз и на каждом шаге в которого в каждом узле которого вы задаете некий вопрос и соответственно из этого некого вопроса у вас есть несколько вариантов ответов несколько выходов и в частности c4.5 алгоритм который подразумевает от двух и более вариантов выхода из узла и соответственно так вы ветвите покуда вы не придете к своим классификатором то есть к классам конкретным тоже чего вы ищете пример который здесь можно привести на возьмем например ваш огород и вы хотите классифицировать все что у вас там растет собственно по царством растений или как это там происходит да то есть и вы начинаете где это растет в земле или над землей то есть это первый вопрос вы разделили уже ваши элементы на две категории там земле или над землей да потом там это съедобное несъедобное потом это там фрукт или овощ потом там ну и собственно вот так задавая эти все вопросы вы соответственно приходите к самому низу где у вас будут говорить это овощ или там это корнеплод или это фрукт или это ягода понятно примерно что такое дерево решений да и они на самом деле рассматривают в этой работе еще один алгоритм дерево решений но он немножко другой и несмотря на то что c4.5 один из самых распространенных алгоритмов но это все равно не серебряная пуля поэтому собственно алгоритмов много множество и алгоритмов построения деревьев тоже и собственно нормальным является просто проверка вот просто вы берете свои данные начинаете проверять и смотрите что работает лучше то есть это тоже то что они пишут в этой бумаге это то что пишут в других статьях и вообще в принципе почему те самые ребята пришли и проверили наивный bias и он у них заработал да то есть они просто проверили забегая немножко вперед скажу 100 c4.5 допускает более двух вариантов ответа на поставленный вопрос запомним это очень важно следующая группа алгоритмов это кластеризация кластеризация это когда вам классы неизвестны вы не знаете что у вас есть фрукты овощи и ягоды вам нужно найти эти кластера у вас просто есть какие-то данные с каким-то наборов набором параметром и вам собственно нужно эти данные кластеризовать то есть вам нужно понять есть ли какие-то группы элементов вашим скажем так море данных и как-то эти группы сгруппировать и в этой группе алгоритмов они рассматривают три алгоритма первые это карт тот самый про который я только что упомянул и карт это классификацию регрессион 3 то есть это тоже дерево решений для классификации для регрессии и это дерево бинарное в отличие от c4.5 бинарное дерево это дерево у которого собственно у каждого узла может быть только две ветки соответственно на каждый поставленный вопрос карт будет отвечать только да нет и будет ветвиться этими да нет ами пока не дойдет до какого-то дна и как я уже сказал ранее то есть понятное дело что о какой из двух выбирать зависит от вас но в частности карт лучше скажем так тем что он работает в том числе и на данных которые еще не классифицированы то есть он позволяет построить вам те самые кластера и чем вообще хороши деревья решения и там в том числе карта что он как бы приблизительно похож на то как люди принимают решения и если на него посмотреть если вы визуализировать то его можно как бы вот просто прочитать человеческому существу и понять что происходит то есть это группа алгоритмов представляет собой такой так называемый белый ящик то есть всегда можно проследить как то или иное решение было принято то есть можно проследить эту цепочку решений по дереву и это на самом деле не такой уж скажем так маленький плюс следующий алгоритм кластеризации которые они рассматривают это кей минс или кей средние так скажем и этот алгоритм позволяет вам разбить собственно ваше море данных на к количество кластеров то есть вы предопределяете сколько кластеров вы хотите найти и это на самом деле один из минусов этого алгоритма потому что если вы выберете это к слишком большим то у вас получится много очень кластеров если вы выберете это к слишком маленьким то у вас кластера будут такие как бы в общем подбор этого к на самом деле накладывает большие ограничения на этот алгоритм потому что перед тем как вам еще его запустить вам нужно придумать сколько вообще собственно кластеров и собираетесь найти следующий алгоритм это кей н н так называемый кей не риск не борз то есть это алгоритм кей ближайших соседей и коэффициент к в этом алгоритме это не количество кластеров это просто скажем такой некоторый коэффициент некий параметр и тоже выбор этого параметра это та еще задача на самом деле но существуют некоторые евристики которые позволяют вам эту задачу упростить и выбор этого параметра влияет на чувствительность алгоритма к шуму в данных это были алгоритмы кластеризации теперь дальше идет статистическое обучение и здесь только один алгоритм что такое статистическое обучение вообще в принципе это когда вам предполагается или необходимо найти функцию ам некоторого предсказания и вот этот вот самый алгоритм е.м. или и.м. expectation maximization или максимизация ожидания и он используется в том случае когда ваша модель зависит от каких-то скрытых параметров что такое скрытый параметр то есть открытый параметр это тот который можно измерить это там длина ширина высота количество ударов сердца в секунду кровяное для давления цвет что-либо такое в таком духе скрытые параметры это например здоровье человека то есть нет какого-то одного параметра который можно измерить и сказать что человек здоров там и это значит здоровье человека 80 ну можно только в игре так сказать на самом деле в реальной жизни нельзя то есть здоровье человека зависит от огромного количества разных параметров и не выражается через какую-то одну метрику и когда вы работаете вот с такими вот данными как здоровье человека и вам нужно на основе этих данных что-то там делать вот применяется эта группа алгоритмов статистического обучения и в частности алгоритм и м которые они здесь говорят в статическом обучении был только один алгоритм следующая группа алгоритмов это ассоциативный анализ и ассоциативный анализ это процесс поиска связей между переменными основанными на некоторых правилах и эти правила могут быть заданы а но в точно также эти за эти правила могут быть выведены самим алгоритмом и один из таких наиболее распространенных примеров применение этой группы алгоритмов это магазин то есть вы когда создаете скажем так расположение продуктов магазине вы хотите ваши товары которые ассоциируются друг с другом поместить вместе например там вино и сыр вот либо поместить как один из примеров то есть лук картошка то есть если человек покупает лук и картошку скорее всего он еще дополнительно к этому купит гамбургер вот то есть и вот такими решением таких задач занимается собственно группа алгоритмов ассоциативного анализа и один алгоритм который они здесь приводят называется априори для одного из моих проектов которые я давно давно придумал вот это то что как раз надо и я буду читать про это дальше вот про ассоциативный анализ все и последняя группа алгоритмов которые они рассматривают в точно научной работе это анализ ссылок или линк майнинг то есть и они пишут здесь про знаменитый алгоритм пейдж ранг который придумали синге сергей брин и ларри пейджи и собственно на основе этого алгоритма они построили google поисковый движок и эти алгоритмы он понятное дело не единственный пейдж ранг они используются для оценки отношений между узлами которые связаны как-то между собой это не обязательно могут быть странички в сети странички в сети связаны гипер ссылками между собой это точно также могут быть люди у людей тоже есть какие-то связи родственные связи в рабочие связи дружественные связи то есть можно также этим игру этой группой алгоритмов оценивать связи между людьми вот по большому счету все что я хотел так обзорно рассказать про эту статью я хотел бы просто тоже еще добавить что не бойтесь читать научные статьи весь тот матан который там есть а он там есть прямо формулы математические его можно пропустить прочитать английские слова попытаться их понять под прочитать еще раз или тоже как сделал я читать собственно эту научную статью потом брать делать конспект искать какие-то другие источники то есть я использовал эту статью просто как опорную такую статью потому что в программировании очень часто важно знать не то как конкретно что-то работает вот прямо в глубину но нужно знать просто как бы набор с того чего он начинать поиски то есть теперь у вас есть какой-то более-менее такая карта скажем так ментальная карта то есть окей мне нужно сделать то то значит мне нужно прочитать про этот алгоритм или мне нужно сделать это мне нужно прочитать про этот алгоритм и еще этим видео я хотел показать что дата майнинг или там даже машин лернинг многие как бы думают что это что такое очень сложное но на самом деле на базовом примере на каких-то базовых и даже средних задачах это просто выбор правильного алгоритма и просто подготовка данных и собственно эксперименты как опять-таки мы уже поговорили посмотреть какой конкретный алгоритм дает какие-то вам собственно назначения которые больше всего похожи на правду поэтому как бы никакой магии читайте научные работы становитесь умнее пишите комментарии спорьте со мной обвиняйте меня что я вам тут наговорил всякой чуши в чем я не разбираюсь потому что я в этом не разбираюсь и возможно и наговорил вам этой чуши на сегодня у меня все спасибо что смотрите пока пока